На 10-м десятке Антонина Фёдоровна без видимых усилий поднимается на пятый этаж. Лифта в доме нет, но пенсионерка стоически совершает это ежедневное восхождение. Говорит, что делать? Раз надо идти, значит надо. Антонина Фёдоровна вообще не привыкла сидеть без дела. Гостей встречает салатами, разносолами и холодцом. Всё это она готовила накануне сама. Такая бойкая, весёлая. Ну, настоящая женщина. Я скажу, что ей 90-е. Не дашь. Я поздравляю вас от губернатора нашей Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. У меня большая честь. Держите это подарок. Поздравительное письмо Антонине Фёдоровне прислал также президент России Владимир Путин и глава Ленинского района Олег Хромов. Закалка такая только потому, что человек порядка 40 лет проработал в Сапозе имени Ленина в России. Она занималась разведением саженцев, питомниками. Собственно говоря, её здесь все любят и все уважают. На юность Антонины Фёдоровны выпали тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Таскал и рейсы, таскал тяжёлые эти, там всё, там сбои, там это. Очень тяжело. Не буду всё это рассказывать. В колхозе имени Ленина она работала с 1948 года до самой пенсии. Врачу ли яблони, в общем, вот мы там окулировкой занимались, ну и прополкаем, и там ещё, ну много, много чего. Мужу её не стало ещё 20 лет назад. Но с ней рядом всегда её подруга. Вместе когда-то начинали работать в колхозе, сейчас живут в соседних подъездах. Жизнь была весёлая. Работаем, песни поём, с работы идём, песни поём. А потом, когда гармошка, субботу, воскресенье, ой, пляску метро. В речке талая вода, расскажу я вам, подружки, как попал я сюда. Эти двое неразлучные уже много лет. И это дружба. Навсегда. Да подожди ты, не некая. Ну я тут, тут нет, не надо. Люди пришли, вон, бросили работу все, а ты всё, нет, да нет. Долго мною любовался. Илья Кремнёв, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Илья Кремнёв, Владимир Андрианов, Елена Кремнёв. Илья Кремнёв, Владимир Андрианов, Елена Кремнёв.